Что для вас Алла Борисовна Пукачёва и всё её творчество? Ну, знаете, в каждой профессии, в каждом жанре музыкальном есть путеводители и люди, которые намечают, намечают и на них делается ориентир, и жанр существует благодаря них. Это единицы. И в истории музыки, тем более в исполнительском разряде. И я уже начинаю говорить словами музыковеда, что такая личность, как Пугачёва, сыграла решающую роль в сохранении песенного жанра на русском языке. Не подалась влиянию, не растворилась. И я думаю, что это величайший художник, потому что если человек не художник, он не может творить на протяжении долгих лет. И ещё столько же, чтобы она творила на радость, и она стоит как бы на страже жизни этого жанра. Поэтому она должна как маршал существовать, и все ориентируются, и все идут за ним. Вот так должна, наверное, не должна, так должно быть. Как Вы выбирали песню для сегодняшнего вечера из такого богатого репертуара? Песню, как говорится, нам предлагают. Это звучит как приказ, никто не обсуждает. Вот ты споешь эту песню, ты споешь эту песню, и мы артисты, как маленькие дети. Не то, что как маленькие дети, профессионалы, а режиссёр говорит. И я думаю, что это очень... Мне повезло, что мне досталась такая песня. Не знаю, я даже не ожидала. Вас очень любят в Латвии. Предполагаются ли ещё в этом году концерты, в следующем году? Ну, в пятнадцатом предполагаются, уже есть, как говорится, реальные предпосылки для этого. И мне очень радостно всегда сюда приезжать, потому что здесь находятся какие-то истинные ценители вокала, музыки. Вы всегда с большой смелостью экспериментируете. Вы пели с группой B2 в эфире у Ивана Урганта. Почему? Нет больше никакого страха уже? Просто, когда начинает не хватать мне эстрады, и меня приглашают такие люди, как B2, и пишут специально для меня произведения. И мы выступаем вместе, поём, и такое ощущение, что мы уже сто лет вместе. Конечно, это для меня не эксперимент. Это для меня в другой форме выраженная моя музыкальная мысль. Вы прекрасно выглядите. Поделитесь, пожалуйста, женским секретом красоты своей. Ну, женское... Я думаю, что женское... Здесь секретов нет, наверное. Каждая женщина стремится. Это не должно превращаться в самоцель, но... Ну, нам, артисткам, надо, как говорится, нормально выглядеть. Здесь что ещё? Главнее, хорошо себя чувствовать. Потому что для сцены нужно особое здоровье. И для успешного, тем более, выступления и вообще деятельности успешной, нужно, конечно, очень много... А там, где здоровье, там, наверное, и красота. Если она есть внутри, она наружу. Ну, вот какие-то чисто женские уловки, как вы его поддерживаете? Вы сидите на диетах, вы ходите, занимаетесь каким-то фитнесом, видом спорта, что? Нет, я делаю зарядку каждый день. Ну, я не помешана ни на диетах, ни на фитнесе, потому что мне надо петь, как говорится. И я всё делаю для того, чтобы как-то быть в нормальной форме. А вне того, что мне приходится иногда играть, иногда часто играть 27-летних героинь, как Кармен и Дульсине, естественно, я... Конечно, я должна стараться. Я, конечно, с ума не схожу, но... А где вы играли Кармен и Дульсине? В Днепропетровске поставили, в оперном театре в Днепропетровском. Это было 6 лет тому назад, и 3 года продержался спектакль. Он был антрепризным, если можно так сказать. Но я думаю, что грозят сейчас восстановлением. Я думаю, что это будет восстановлено, и, может быть, большее количество людей это услышит.